МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Валерьевна, она полагает, что новогодние предприятия будут проходить как на улице, так и в помещениях, в театрах, в дворцах культуры. Давайте начнем с тех мест, где потеплее будет. Конечно же, это, наверное, театры, где будет самая, наверное, сказочная атмосфера. Какие мероприятия там, какие спектакли готовятся? Ну, я бы не выделяла театры отдельно, потому что в новогодней кампании 21-22 года принимают участие абсолютно все учреждения культуры, независимо от ведомств, готовятся ответственно, готовятся абсолютно все. Это и театры, и филармония, и дворцы культуры, и кинотеатр «Красногвардейцы», Нижний Тагильский парк культуры имени Алексея Петровича Бондина, это Нижний Тагильский цирк, это наши музейные объекты, и филиалы библиотек. Поэтому абсолютно во всех учреждениях культуры у нас сейчас происходит сказка, и запланировано более 250 мероприятий, план сформирован, его можно увидеть на официальном сайте администрации города Нижний Тагил. Но для более подробной афиши все-таки я все равно советовала нашим жителям и тагильчанам города заходить на официальные страницы самих учреждений, чтобы посмотреть и выбрать то или иное учреждение, либо то или иное мероприятие. Но в свою очередь хотелось бы отметить, что Новый год – это действительно любимый праздник, и мы делаем выводы это по проданным билетам. Поэтому те, кто еще не приобрели билеты, очень просим поторопиться. А спрос уже чувствуется, да? Если не получится приобрести, то также можно говорить о том, чтобы не расстраивались, потому что все спектакли, которые состоятся в новогоднюю кампанию, они попадают в репертуар наших театров, и эти спектакли можно будет посмотреть на протяжении 2022 года. Но задача перед учреждениями культуры стоит не только создать новогоднее праздничное настроение, но и сделать посещение наших учреждений максимально безопасным. Мы уже с вами встречались и говорили о том, что учреждения культуры объявлены зеленой зоной. Безусловно, максимальная, колоссальная работа проведена на выполнении указов губернатора Свердловской области, номер 100, все учреждения культуры оснащены рециркуляторными лампами, все учреждения культуры оснащены дезинфицирующими средствами. Поэтому разработан определенный график пропускного режима в наше учреждение, и хотелось бы на этом немножко поподробнее остановиться, потому что к нам в учреждения взрослые жители и подростки с 18 лет могут пройти только при предъявлении QR-кода, либо медицинской справки, как сейчас говорят, медоотвод. Далее проводится бесконтактная термометрия, обязательно масочный режим, и после этого вы попадаете к нам в учреждения культуры. До спектакля, после спектакля проводится проветривание, обработка всех поверхностей в служебных помещениях. Также одним из немаловажных факторов артисты, персонал учреждений, это сотрудники допускаются до рабочего места только при предъявлении в QR-кода. То есть у нас все сотрудники, кто будут работать в новогоднюю кампанию, абсолютно все вакцинированы. Формат проведения – это спектакли-концерты, не более полутора часов, без интермедий. Мы второй год подряд уходим от данной формы, интермедиа у ёлки, тагильчане, возможно… Вы имеете в виду хороводы в их ёлке? Да, это хороводы. Я, кстати, в своё время, года три назад, говорила об этом директорам нашим театров, что надо уходить от этого, что это уже устаревшая форма. Ну, как без хороводов? Мы ушли от этого. А вы знаете, потрясающе… У нас в учреждениях культуры работают гениальные люди, которые такие придумки делают. И вот то, что сейчас происходит в зрительных залах, это та же интермедиа. И это смотрится эффектней, это смотрится по-современному. И это здорово, что мы идём в ногу со временем. Поэтому есть свои ограничения, есть свои сложности, но в свою же очередь хотела бы поблагодарить наших жителей. У нас с вами зелёные зоны, введение QR-кодов, было введено с 8 ноября. Это, безусловно, было таким неким выходом из зоны комфорта. Но что отметили директора? У нас не зафиксировано ни одного скандала. У нас к нам ходят те жители, которые с пониманием относятся к тем требованиям, которые диктует нам в сегодняшнее время. И мы им за это благодарны. Потому что я уверяю вас, у учреждений культуры нет задачи кого-то не пустить. Но мы за то, чтобы сделать максимально безопасное времяпрепровождение в наших учреждениях культуры. Это вы рассказали о том, как будет организовано в городе клубы, в посёлках, в сельских населённых территориях. Там тоже будут праздничные мероприятия? Как там будет организовано? Всё то же самое, абсолютно. Это независимо от ведомства. Я вас уверяю, данная система работает и в Нижне-Тагильском цирке, и в Дворце культуры НТМК, и в Дворце культуры Окунева. Мы с ними дружим, обмениваемся всеми нормативными документами, которые выходят в свет. Поэтому абсолютно все в равных условиях. Уличные гуляния, что будет организовано? Может быть, даже и самих городков-то будет больше? Нет в этом году? Я думаю, что жители города обратили внимание на потрясающую ёлку в Тагилстроевском районе перед Дворцом культуры НТМК. Конечно, количество ёлок, очень красочных и современных, увеличивается на территории города. Это создаёт определённую атмосферу. Это заметно. Новый молодёжный театр. Предполагается, что он встанет на капитальный ремонт. Он тоже пока ещё поздравляет тагильчан с Новым годом? Да. Новогодняя кампания в молодёжном театре состоится. Это будет завершающим этапом перед новой жизнью. На сегодняшний момент служба заказчика городского хозяйства готовит пакет документов для конкурсных процедур. У нас подготовлена дорожная карта. И согласно дорожной карте, к концу февраля, я пока не буду называть чётких дат, потому что очень процесс плавающий, к концу февраля у нас стоит подписание контракта. И к 1 марта молодёжный театр должен покинуть помещение на 2 года. Ремонтная работа запланирована на 22-23 годы. 22-й год – это рассчитанная ремонтная работа самого здания. Фасад, кровля, внутренние помещения, свет, звук, механика сцены. Полностью будет новый зрительный зал. Предполагается некая перепланировка. То есть в молодёжном театре у нас появится малая сцена. Это очень популярная форма на сегодняшний момент в театральной сфере. 23-й год затронет благоустройство территории. А территория у молодёжного театра большая. Появится новая стоянка для автомобилей. За театром будет некое такое концертное пространство, которое также можно будет использовать и в летний период. Поэтому вот эти два года – это для нас будут очень активные, интересные, ответственные, нервные, беспокойные. Но в 23-м году мы не только будем поздравлять Екатеринбург с 300-летием, но и с вами откроем двери в новый молодёжный театр. Данное здание – 37-го года постройки. И за эти годы ни разу не проводилось капитального ремонта. Поэтому мы с вами действительно даем новую жизнь новому зданию, новому учреждению. Нижнетагильская филармония тоже ожидает ли её обновления? Потому что об этом говорили не один раз. Держим кулаки за Нижнетагильскую филармонию. В 22-й год запланировано проектирование. Мы его начали в этом году. Спроектирована уже, проведена экспертиза, потому что концертный зал есть своя специфика проектирования. Это, ну, например, такая, как экспертиза звука. То есть это необходимо. Кстати, вы знаете, приезжали у нас звёзды и высказали одно мнение, чтобы мы оставили зрительный зал так, как он есть. То есть на сегодняшний момент в зрительном зале Нижнетагильской филармонии уникальная акустическая идёт система. И это связано на строительных материалах. То есть чем меньше ткани, чем меньше мягких каких-то поверхностей, тем звук идёт лучше. Поэтому очень хвалили наш зрительный зал. Но мы с Цветковым Сергеем Владимировичем, когда принимали решение по зрительному залу, мы заверяем вас, что это будет не только красиво, но и также по звуку будет ещё лучше, чем было. Поэтому, конечно, проектирование на 2022 год у нас стоит первый-второй квартал. А сами работают, когда начнутся по ремонту? Уже договорённости есть с областью? Для того, чтобы проводить ремонтную работу, нужно подготовить проектно-сметную документацию. Как это получилось с молодёжным театром? С молодёжным театром мы подготовили проектно-сметную документацию в 2019 году. И дальше уже будем с данным пакетом документов обращаться в те или иные программы. Нужны федеральные программы, потому что суммы будут неприлично большие. Например, на ремонт молодёжного театра, на капитальный ремонт молодёжного театра нам выделена сумма в 312 миллионов. Мы про Нижнадийскую филармонию говорим о реконструкции. То есть будет перепланировка, будут меняться помещения, потому что директор филармонии очень мечтает, и я поддерживаю данную мечту, сделать органный зал. То есть у нас сейчас органный зал в Музее изобразительных искусств. Орган переместится из музея. Перемещаем, да, по тому проекту мы делаем новый органный зал, чтобы это было единое музыкальное пространство. Поэтому сумма будет в разы больше, и без федерального бюджета нам, конечно, не получится на практике выполнить данную работу. В следующий год, год 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, как-то готовитесь уже к мероприятию, плану составляете? Конечно, конечно. К 300-летию и к формированию плана мы начали готовиться с января 2021 года. У нас проведено очень много переговоров. Мы получили поддержку от Министерства культуры Свердловской области. Нас приедут поздравлять Екатеринбург, нас приедут поздравлять другие города в Свердловской области через свои направления. Мы ожидаем Ирбит, мы ожидаем Всеров, Новоуральск. Города с большим уважением относятся к Нижнему Тагилу. И план, он уже сформирован, и он очень обширен. И я вас заверяю, что уровень мероприятий будет высок. Мы, кроме как российского уровня, мы не замахиваемся. Поэтому, конечно, у нас одно из ярких мероприятий, я бы каждый месяц о нем рассказывала, это фестиваль театров «Мало городов». Я думаю, стоит с января в ежемесячном режиме докладывать тагильчанам об этом мероприятии, что происходит, какие у нас происходят новости. Потому что данный фестиваль театров «Мало городов» в Свердловской области не пройдет больше ни у кого, а у нас будет. В январе команда критиков прекращает свою работу. Более 400 заявок со всей России. Сейчас они просматривают спектакли и выбирают 17 лучших. 17 лучших театров России приезжают к нам в первую неделю июня под командованием народного артиста Российской Федерации Евгения Миронова. Мы уже определились с площадками, где это будет проходить. То есть в ежедневном режиме будет проходить пока спектакли большой и малой формы, будут для артистов проходить мастер-классы. Это, видимо, не только драматический театр. В площадке для проведения спектаклей мы рассматриваем драматический театр, театр кукол и Дворец культуры школьников. Дворец культуры школьников также будет рассмотрен как и площадкой для проведения мастер-классов. В районе 450 артистов к нам приезжают. Поэтому, конечно, для нас это событийное мероприятие, которое, безусловно, останется в истории празднования нашего города. Это будет масштабное открытие, это будет масштабное закрытие. И вот одни из организаторов приезжают 23 декабря, и мы начинаем просмотр технического составляющего наших театров для того, чтобы уже, когда будет понимание, какие театры и с какими спектаклями, мы могли уже в дальнейшем отрабатывать то, чего не хватает. То есть это уже будут работать техники, смотреть. А в январе я вам буду готова рассказать, в какие города к нам приедут. И я не удивлюсь, что это будет и Цахалин, и Комсомольск на Амуре, либо это будет Калининград. Это может быть, как решат члены жюри. Ну, это одно из мероприятий театральное. Какие-то музыкальные программы, может быть. Музыкальные программы, не Штагильская филармония, а идейный вдохновитель данного большого проекта. Владимир Иванович Капкан, главный дирижер филармонии. У нас родился проект. Это музыкальный Приваловский форум, где мы собираем самые именитые и лучшие однородные оркестры, ансамбли. На этом мероприятии, которое проходит на нас три дня, на этом мероприятии обсуждается проблема и перспективы развития от народного исполнения в народной музыке. Потому что мы очень много говорим о народной музыке. Но, как показывает практика, не очень посещаются данные концертные программы не только жителями города Нижне-Тагилы. Это есть такой некий анализ и всей России. То есть мы об этом говорим, но почему-то мы на это не ходим. Так вот, вот это то мероприятие, где показывается вся мощь и весь интерес к народным инструментам. Народный инструмент — это не только балалайка. И даже если есть данный инструмент, то в какие произведения могут исполняться? Ведь наша задача стоит не только рассказывать об этом, пропагандировать это. Наша задача еще стоит, чтобы на изучении игры на народных инструментах шли наши дети. Поэтому это одно из глобальных мероприятий. И это уникальное, единственное мероприятие, которое есть и в Свердловской области. То есть у нас есть симфонические форумы, у нас колоссальное количество фестивалей в театральной сфере. Свердловская область вообще можно назвать одним из таких культиваторов театральных фестивалей. Народное исполнение, однородная музыка, она не развита. И вот город Нижний Тагилхи является первым городом, кто данное направление будет развивать. Поэтому данное мероприятие у нас намечено на октябрь месяц. Мы всех ждем, и оно состоится уже второй раз. Первый раз был успех, но мы надеемся, что второй раз в рамках 300-летия более именить и масштабнее у нас это все пройдет. В течение тех трех дней, когда намечено празднование 12, 13, 14 августа, что-то планируется вот тоже на эти дни? Это отдельная программа, абсолютно отдельная программа. И будут традиционные мероприятия, будут новые мероприятия, которые поддержал глава города Владислав Юрьевич Пинаев. Мы этому очень рады, потому что даже все наши задачи, эти три дня, которые нам поставил глава, чтобы все гудело, чтобы наши жители могли из одного дня переходить плавно в другое. Мы к этому готовы. Сил у нас хватит, и ресурсов у нас хватит. Нас поддерживают Екатеринбург. 13 августа мы ожидаем Екатеринбург, в коллективы, которые к нас приедут поздравлять. Вся центральная часть Лисия, Гора, Нижтегильский парк, культура имени Алексея Петровича Бондина, площадка за современником, перед современником, театральный сквер. Вот вся центральная часть полностью уже есть договоренности и будут работать с 12 часов дня и до 12 ночи. Поэтому в пятницу у нас есть небольшие идеи, но я бы сейчас пока о них не хотела поговорить, чтобы не открывать такую вот прямо... Пусть будет некая тайна, чтобы это было и выглядело неким подарком всем нашим тагильчанам и гостям города. Кого-то из звезд будут приглашать, нет? Конечно. Это тоже сувенир-подарок, видимо, да? Да, это подарок. Понятно. Светлана Валерьевна, ну, с Новым годом, с годом 300-летия. Поздравим тагильчан. Обязательно. Уважаемые тагильчане, я бы хотела, чтобы 22-й год у вас прошел со словом «неприлично». Неприлично большое здоровье, неприлично большая удача, неприлично заработная плата и неприлично хорошее настроение. С Новым годом вас! Присоединяюсь к вашим словам о новогодней культурной программе, а также о событиях, которые ожидаются в культурной сфере в год 300-летия Нижнего Тагила рассказал начальник управления культуры Светлана Валерьевна Юрчишина. Всего доброго! Оставайтесь с Тагил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова